Первые секунды матча и сразу мяч в кольцо соперника. Тобольские баскетболисты уверенно стали обгонять конкурентов. На этот раз с полом нефтехимик в домашнем матче состязалась казанская команда. И в первой четверти чемпионата отрыв был небольшой 17-14 в пользу табаляков. А во второй четверти счет стал 29-16. Первая половина прошла хорошо, мы придерживаемся плана, все идет как надо. Но это все не важно, сейчас главное продолжать, наращивать темп, не сбавлять и тогда сможем одержать победу. Вторая половина матча оказалась чуть более напряженной. Мяч был и у соперников, и у тобольской команды. Но в итоге баскетбольный клуб нефтехимик вырвался и одержал победу со счетом 86-65. Все отлично, спасибо болельщикам за поддержку. В 32-м чемпионате России по баскетболу высшей лиги соревнуются 8 команд. Они играют по круговой системе. Четыре сильнейших выйдут в плей-офф. Мы в середине турнирной таблицы. Сейчас у нас есть игры, которые очень важны для нас. И очень бы хотелось видеть больше болельщиков на трибунах, чтобы поддержка игрокам это важна. Таблики регулярно приходят поддерживать любимую команду нефтехимик. Трибуны практически всегда бывают заполнены полностью. Ведь каждому хочется увидеть важные спортивные моменты. Игра очень интересная. С сыном пришли, он мне в этом году начал баскетболом заниматься. Юные баскетболисты подражают игрокам команды, особенно тем, кто показывает лучшие результаты. Таким игроком оказался Вадим Бондаренко, который с радостью раздал автографы любителям баскетбола. Шамиль Гули и Ферослав Прохоров. Табульское время.